Всем привет! И как ваши дела? Надеюсь, у всех всё хорошо. Спасибо большое за приятные слова, поздравления для нашей дочки. Я ей всё передала и всё прочитала. Ей и правда очень приятно. Девочке 8 лет, она уже понимает, что такое YouTube, что такое подписчики, что такое лайки и что такое приятные слова. Сегодня мы продолжаем отмечать день рождения. Как я уже говорила, это будет первый опыт отмечания дня рождения вне дома. Лера сама к этому пришла. Каждый год я её спрашивала, как она хочет отмечать. И она всё время говорила, что хочет позвать несколько друзей и дома с тортиком отметить. А в этом году она изъявила желание уже отметить так, как отмечают другие дети. Где-то не дома. Ну и так как Лерка очень активный такой ребёнок и ей больше нравится такое там прыгать, бегать и скакать, то ни о каких мастер-классах там посидеть, порисовать или кексики поготовить не было речи. И она сказала, я хочу в центр трамполин. Центр трамполин? Центр батутов. Единственное, что это не у нас в Пардесхане, а в Хадере. То есть надо, чтобы родители туда привезли детей. Но это тоже не проблема, потому что на протяжении вот этих лет, когда Лерка была в садике и в школе, мы ходили на день рождения других детей. И это не всегда было в нашем городе. То есть это не является проблемой. Конечно же, надо наперёд заказать место обязательно, как и подумать, кого из детей пригласить. В нашей школе есть такие рекомендации, что если вы отмечаете день рождения для ребёнка, то А. Либо вы приглашаете весь класс. Б. Либо вы приглашаете только девочек, либо только мальчиков, уже в зависимости от того, какого пола у вас ребёнок. И третий вариант. Если вы приглашаете детей из класса, то не больше пяти. Не знаю, почему так. Но это рекомендации. И вот в этом плане мы руководствовались этим. Из класса, правда, пригласили в итоге всё равно семь или восемь человек, понимая, что не все придут в этот день, хотя пообещали почти все. Но, как часто бывает, в последний день у кого-то сопли, у кого-то температура, кто-то отвалился. Поэтому вот так. Отмечать отдельно только девочки Лерке не подходит, потому что она очень любит общаться также и с мальчиками. У неё друзья, вот прям такие друзья, это в основном мальчики. Хотя с девочками, понятно, тоже дружат. Поэтому у нас обязательно это смешанные, то есть и девочки, и мальчики. И так как мы делаем только на 10-14 человек, то туда будут входить также её подружки, не из школы. Ну, как бы из школы, но не из её класса, или вообще не из школы, а ещё из садика. Какие-то блески наши детки, с которыми Лера общается. Ждём это празднование. Как оно отмечается в Израиле? Вообще в любой другой стране, я думаю, по похожему сценарию. Если родители решают отмечать ребёнку день рождения, и это какое-то энное количество детей, то обязательно рассылается объявление о том, что будут отмечать день рождения ещё за две недели, минимум неделю. В Израиле все люди занятые, и они планируют время наперёд. Поэтому сообщение о том, что Лера будет отмечать день рождения, там-то и там-то, в такой-то и такой форме, было разослано ещё 10 дней назад. И, конечно же, ближе к дате можно ещё напомнить, разослать напоминалку. Обычно родители спрашивают, что нести, подарок или деньги. Ну, Лера у меня любит подарки, я говорила, по возможности подарки. Ну и, в принципе, с технологиями, если человек хочет подарить деньги, то у нас есть бит, есть пейбокс, пересылают на номер. Деньги нет проблем. Сумма подарка тоже абсолютно не имеет никакого значения. Дети могут приносить совсем маленькие суммы. Принято там 50, 60, 70 шекелей. Кто-то приносит больше. Или подарок на эту сумму. То есть тут нет каких-то критериев. Делается всё возможное, чтобы любой ребёнок мог позволить себе пойти на день рождения и прийти или не прийти, чтобы не измерялось, там, нет денег на подарок. Сегодня как раз уже день, когда надо ехать. Буквально через полтора часа до этого был проделан такой объём работ, как заказ места. Проговорить условия, что входит в набор, что не входит в набор, потому что они дают тебе помещение. Понятно, вот этот парк развлечений. Понятно, что входят уже там какие-то чипсы, бамбы, палочки разные. Ну, такое вредное сухое питание. Дают также воду и петель. Петель это такой сладкий напиток, который делается с концентрированного такого очень сладкого сиропа. Понятно, что я доношу соки, воды, торт, разумеется. Можно заказать также у них, но мы испекли сами. Можно нанять аниматора ещё за дополнительные 350 шекелей на пару минут. Мы это тоже сделали, чтобы детям было интереснее и веселей. Фрукты, овощи. Ну, это я взяла виноград и помидоры черри. Ну, в принципе, вот такой закусончик. Также они дают пиццы. Я добавила, чтобы было больше, чтобы хватило и родителям, если захотят. Также у них можно сделать кибут-горим. Уважение родителей. То есть такой стол, микро-стол, макси-стол накрыть. Это я не делала, это потому что завтыкала и дотянула до конца. Но там они дают тоже соки, воды и два каких-то пирога. Я думаю, что это можно и на месте докупить. Это уж точно. У них там есть буфет. И поэтому я буду родителям предлагать то, что хочет. Если хочет, пожалуйста. Ну, разумеется, сама за это буду платить. Посмотрим, во сколько это обойдётся. Базовый набор, он стоил на 10 детей 990 шекелей. Но мне кажется, что детей будет больше. Надо будет доплатить. Возможно, за дополнительное время пребывания в этом центре тоже надо будет доплатить. Расскажу вам. На празднование целого класса, если честно, вот я ещё не созрела. В классе 32 или 34 ребёнка. Согласитесь, это большая нагрузка на родителей, на детей. И я... нет. Пока нет. Извините. Может, когда-то Лерка дорастёт, и я дорасту до этого. Тогда отметим ещё и так. Встретимся, конечно же, уже на месте. Скоро буду ехать. Беру с собой ещё две девочки и Лерку. Другие родители пообещали подвезти детей сами. Рука устала держать телефон, но покажу ещё платье на выбор для Леры. Не знаю, что она выберет. Но уже что выберет, в том будет прыгать. Несмотря на то, что батуты хочется, чтобы выглядело празднично. Мамы праздничный набор, да. Джинсы и футболка. Ну, самое то. Потому что мне там тоже надо будет бегать, прыгать и скакать. Но вокруг родителей. Конечно же, Сашка тоже подъедет. Рабочий день. Ну, приедет раньше. Мы собираем детей на пять. Тоже на поздно не соберёшь, на рано не соберёшь. Потому что родители на работах. Ну, вот такое универсальное время, мне кажется. Где-то полтора-два часа вот это всё будет длиться. Всё-таки Лера решила своё любимое розовое платье одевать. Кристина в нём когда-то ещё ходила. Двоюродная сестричка. Ей прям заходит вот это платье. Говорит, самое удобное на свете. Хотя было ещё два, как вы видели. Которые я специально купила. Это манатки и половина ещё в машине. Ну, что ж, с Богом, Валерию. Мы уже здесь. Дети на перекусе. Сейчас приходят гости. Прибегают, прилетают. Четверо уже пришло. Ждём остальных. И скоро начнётся праздник попрыгушек. Пока тут тихо, но скоро будет играть музыка. Шум, гам, тарарам. Попрыгушки начались. Сейчас ещё начнутся песни и танцы. Интересно, час вот так прыгать. Это сколько энергии надо, чтобы было. Лера с Пикачу ещё не прыгала. Королева Бава. Больше всех танцует папа. Больше всех танцует папа. Остатки роскоши. Все, дети разбежались, распрыгались, все было вкусно, бардак оставили, все как положено. Сестре спасибо за то, что испекла мне тортик, получился даже вкусный, сама не ожидала. Не, сестра печет вкусно, просто рецепт непроверенный был. Но будем знать, что получается. Подарки дети получили, будем расходиться. Валерия празднует день рождения, на тебе, сколько подарков. Целый ящик тут подарков. Лерке будет что разгребать. Мы уже дома, сил заканчивать видео нет. Только покажу, чем занимаются ночью, разбором подарков. А завтра в подробностях расскажу свое впечатление о празднике. Папа тут сиськами светит. И вообще, как что прошло. Но Лерушке вроде понравилось, да, Леруш? Очень. Эй, тебе понравилось? Да. Тут Лера уже успела все разобрать. Так заодно покажу вам, что дарят детки. Вот такие куча подарочков. Каждая пачка это 70, 80, 100 шекелей. И тут подарков, ну реально на шекелей 800. Еще 200 шекелей деньгами. Дело не в возврате, а в том, что ребенку приятно, конечно. И тут, кстати, вот есть почти у каждого подарка был пэток охлофа. То есть, что можно пойти в магазин, если тебе подарок не понравился, можно пойти в тот же магазин и поменять на какой-то более другой. Но Лерушка считает, что ей все подарки понравились и она ничего менять не будет. Правда, Валериуш? Да. Все подарки дорогие сердцу. Спасибо огромное всем, кто участвовал в этом празднике. А завтра пару слов. Своё впечатление. Они дадут снять мне это видео или нет? Только начинаю снимать, начинают звонить. Хоть бери режим полета включай. Ну что, буду делиться с вами впечатлениями от вчерашнего праздника. Обещала ведь. Вы знаете, такой первый блинкомом. Есть опыт, есть претензии, буду рассказывать. Что самое интересное, что детям было окей, отлично. Но так как я взрослый человек и смотрю на некоторые вещи немного по-другому, то расскажу своё впечатление. Итак, мы пришли в торговый центр этот батутный, Тутжамп в Хабере. Ну, нас встретили. Я передала торт в холодильник. Нам показали, где наш столик. Деткам дали мне, чтобы я им браслетики поодевала, проходные. Начало всё окей, прекрасное. Потом пришли все детки. Пришло 14 человек. Очень-очень рады, что прям такое количество сошло. И с родителей привезли. Они покоперировались. Один родитель, там, два-три ребёнка сразу привёз, что здорово. Меньше родителей было. Ну, а вообще, с родителями тусовка отдельная себе. Посидели, поболтали. Детки, там, прыгали, бесились. Сюрпризом вечера должен был быть аниматор, которого мы дополнительно оплатили. Тоже наперёд говорилось в рекламе этого же Туджампа. Они мне позвонили. Говорят, ой, тут ещё есть кукла для развлечений. Кукла-сюрприз. Это аниматор. Вы можете выбрать там Пикачу, Единорога. Ещё ещё там было. Ну, Лерка любит Пикачу. Думаю, ладно, пусть будет Пикачу. Заказала этого Пикачу 15 минут, 350 шекелей. Всё прекрасно. Типа, он к ним приходит, они с ним сотрудничают. Я, когда пришла в помещение вот это, к администрации, говорю, а когда этот Пикачу зайдёт к деткам, когда он их будет там веселить на этих батутах? Они говорят, ну, ближе к концу. У вас вот час прыгать, и без 15,6 придёт Пикачу с детками, там будет тусить 15 минут. И на самом деле выход Пикачу такой выходит. Детки там прыгали, себе ничего не ожидали. Заходит этот Пикачу, детки ещё такие, о-о-о, Пикачу. Но он дошёл до батутов, вернее, его довели. Я-то думала, что он на этих батутах. Попрыгает детками, побегает, повеселит, песенки попоёт. Ну, знаете, как вот привыкла наблюдать в каких-то видео там, или в реальности, когда аниматоров нанимают. И он делает всё возможное, чтобы зацепить внимание детей, чтобы как-то развлечь этих детей, чтобы добавить какую-то искорку в этот праздник, и чтобы было веселей. Но что произошло в итоге? Его подвели на эти батуты. Сам Пикачу костюм тоже у него что-то такой хиленький. Он встал, попрыгал с дочкой, именинницей, на одном из батутов. Встал, с ним детки пофотографировались. И тупо стоял. Ничего, ни слова. Ну, я не знаю, что это за образ, что это за дурацкий костюм, который не позволяет Пикачу что-то делать, а тупо стоять, как восковая кукла. Но и даже там не 15 минут было. И вот конкретно Пикачу, конкретная двойка. Потому что, ну, я честно не понимаю, что это было вообще. Ближе к, где-то через 10 минут у детей к этому Пикачу вообще интерес пропал. Он стоял один, как сирота на этих батутах. А дети дальше продолжали беситься. Все почему? Потому что человеческий фактор детей. Надо развлечь детям. Надо какое-то что-то подвижное. Придумайте. Ну, блин, 15 минут, 350 шейкелей. Эй, за что? И я думаю, те, кто живут в Израиле, согласятся со мной, что это, ну, как бы, что-то вообще непонятное. Я видела рекламы, когда там какой-то Мишка подходит к дому с музыкой, с букетиком, с песенками. Тоже какие-то аниматоры, да, и там полчаса развлекают детей. Да, берут за это 800 шекелей, ну, то хоть видна работа. А здесь, ну, в общем, вот этим моментом я осталась недовольна. Ну, понятно, что я ничего не скандалила, не говорила, но просто сделала вывод. Второй момент – это сама организация. То есть ты принесла тортик, там, соки, воды, всё расставила там на столик, тортик в холодильнике, фрукты в холодильнике. И когда пришло время уже усаживать детей в комнатке и давать им пиццу, тортики, я подумала, что вот эти организаторы, они там всё накроют, поставят, подготовят. В итоге она принесла торт с ножом, спасибо большое. Принесла пиццы, которые у них же были заказаны, и, ну, поставила их, да. Но фрукты, которые я принесла, она принесла мне их в пакете, так как я вот супер их забирала и принесла. То есть не мытые, никакие. Держи, типа, что хочешь с ними, то и делать. Ну, окей, я пошла сама, помыла, сама на тарелочки разложила. Немножко не так я себе представляла организацию, там, стола для деток. Я думала, раз мы платим деньги, раз мы заказываем место, ну, значит, они тоже что-то немножко помогают. Значит, я могу немножко расслабиться и получить удовольствие, но нет. В итоге оказалось, что все сама, все сама. На 14 детей я так закрутилась, что я была такая уставшая, что в тот день мне даже не было сил, ну, реально там еще видео снимать, что-то говорить. Я просто рухнула, бахнула в постель, как только пробила 21.30 вместе с Леркой. Я заплатила предоплату, заплатила за аниматора. И на месте еще, так как пришло больше, чем 10 деток, надо было заплатить за дополнительных детей, заплатить за пиццы. И вот эта девушка на администрации постоянно подбегала ко мне, не забудьте оплатить, не забудьте оплатить. Хотя я говорила, ну, сейчас подойду просто, там люди были. То есть вот этот момент они постоянно осекли, чтобы хоть случайно где-то там, ну, оплату не дополучили. Но то, чтобы как-то постараться. А, а еще в конце, когда уже усадили деток, и они сказали, вот видели в этот момент видео, да, что поздравьте именинницу. Детки там начали говорить. В прошлый раз, где-то пару лет назад, я была в этом же ту-джампе у Леркиной подружки на день рождения, и там был микрофон, по крайней мере, музыка, ну, музыка была тоже. Микрофон не работал. То есть те детки говорят, не слышно, чего они говорят. Та организаторша говорит, не слышно, чего она говорит. Среди мам, среднеодноклассников Леры, была одна мама, которая занимается такими вот мероприятиями. Она в школе ведет кружки по танцам, ну, в общем, есть у нее такое. Она уже не выдержала, взяла самоуправление в свои руки, подошла к этой организаторше, сказала, включи мне микрофон. Но микрофон не работал. Она говорит, окей. И так сразу, дети, тихо, голос такой сразу, энергия другая. Дети сразу так, ну, сели там в ожидании, что сейчас будет. Она такая, давайте еще поздравления, давайте песенку Леры споем, давайте станцуем. И сразу движуха началась среди детей. То есть, ну, вот такое место. Вы проводите праздники для детей, сделайте детям вау-эффект. Да, это недорого, понятно, что мы немного платили. Ну, такие там цены. Были бы расценки выше, заплатили бы больше. Но делайте, если вы уже говорите, рекламируете, что вот, все заботы мы возьмем на себя. Ведь на сайте именно так и написано. И вы проведете детям праздник супер-пупер. А в итоге получается, что ты сама, и вот эта мама, которая подключилась, спасла праздник. Ну, опять же таки, детям это не так важно. Но со стороны, когда смотрит на это взрослый человек, это выглядит вообще непрофессионально и вообще никак. И очень важно, вот такие моменты понимаешь, что как важно, чтобы люди работали на своих местах. Чтобы вот этот организатор, который занимается этой работой, чтобы она ему нравилась, чтобы он у нее уловил кайф. Потому что, когда вышла эта мама, она любит это дело. Она сразу запустила вот эту движуху и детки по-другому, и тортик по-другому раздавался, и кушался по-другому. Все потому, что человек с опытом, человек любит и хочет. А там, а бы отбыть свое время на работе, ну, такое оно. Подытожу, во сколько же обошлось это мероприятие. Ну, я подсчитывала, примерно это 2000-2100 шекелей ушло на это все. На самом деле, на такое количество детей это недорого. Часто, если особенно среди наших русскоязычных аниматоров нанимать каких-то там диджей плюс аниматор и приходят к тебе на дому или на лужайке и проводят мероприятия, то это, конечно, все намного дороже. Это только вызов таких героев, да, актеров. Он может обойтись в 3-4 тысячи шекелей. У нас получился бюджетный вариант 2000 шекелей. Все детки там напрыгались, съели тортик, пиццу, фрукты, там, чипсы, что было, соки. Детям этого достаточно. Но вот то, какой уровень вот этой организации, он, конечно, меня немножко удивил. Они сегодня мне прислали как раз ссылку, довольна ли я мероприятием. Ну, я им поставила оценки, как считала нужным. И считаю, что если хотите провести день рождения в Туджану Хадера, то, по крайней мере, вот этого аниматора не тратьте деньги, потому что ни на что там их тратить. Ну и понимайте, что, да, вам дают место, вам дают место для детей, где попрыгать, но всю организацию придется брать в свои руки и проводить этот день все равно самому. Ну все, буду заканчивать это видео. И так, слишком длинное. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Встретимся в следующих видео. А я поехала смотреть квартиры. И у нас попортилась погода и идет дождь. Просто в Песах приближается. И, наверное, уже хозяйки начали окна мыть. Так вот, дождь помогает. Пока.